Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаево-Черкеса. По личному распоряжению главы республики у жителей микрорайона Алмалы-Тала города Карачаевска появился новый пешеходный мост. Он является социально значимым объектом, который обеспечивает безопасное и удобное перемещение пешеходов через Кубань между микрорайоном Алмалы-Тала и городом. Ранее существующая старая кладка находилась в аварийном состоянии и по ней ходить было очень опасно. На открытии нового социального объекта присутствовал мэр Карачаевска Марат Урусов и жители. Собравшиеся отмечали, что подобные инициативы имеют огромное значение и играют важную роль в обеспечении благополучия населения. От лица молодого поколения хочу поздравить жителей Карачаевска с тем, что они получили этот объект. Этот объект может решить многие вопросы. Я уверен, что хорошо спроектированный и построенный мост станет не только национальным элементом городской инфраструктуры, но и визитной карточкой города. Современный городской мост – это комфорт проживания и предвижения безопасности жителей. Я очень рад, что у нас сегодня есть возможность поблагодарить строителей, которые сроки дают очень важный объект для Карачаевска. Я хочу поблагодарить вас на разных мероприятиях за то, что под вашим управлением в нашем городе построили много проектов. Я очень рада, что сегодня у нас есть возможность поблагодарить людей, которые помогли осуществить мечту многих людей, построив этот мост. Это на самом деле очень удобно, ведь теперь можно с легкостью попасть на наш любимый зону отдыха, зеленый остров. Я очень рада, что люди не равнодушны к благоустройству нашего родного города. Какими качествами и умениями должен обладать современный молодой человек? Их ценности и идеалы. Эту тему обсудили в педагогическом колледже имени Умара Хабекова. На занятии побывала Альбина Ламкова. Формирование ценностей и идеалов у молодежи начинается в детстве. Важную роль в этом процессе играет образование, культура, религия, окружающая среда и, конечно же, семья. В чем отличается современная молодежь от предыдущего поколения, сложно сказать. Где-то она уступает, а в чем-то она и намного лучше. Преподаватели педагогического колледжа продолжают активную воспитательную работу со студентами, отчетливо понимая, что для каждого поколения характерно свое мышление, выбор тех или иных кумиров, ценности и убеждений. Современная молодежь отличается от представителей старших поколений амбициями и желанием перевернуть и изменить страну, а, возможно, и весь мир поможет отбросить все вредное и пагубное для их развития, в первую очередь, семья. Моя семья, мои родители близкие уже с малых лет учили меня этому, что человек должен, как это было раньше, придерживаться того, что есть старшие, есть младшие, должны почитать, уважать взрослого, должны учиться. Самое главное – это получить образование. Хорошо, если родители дают правильный ориентир в жизни. Если же нет, добрых наставников молодые люди могут найти и среди хороших учителей, авторитетных руководителей молодежных объединений. И, конечно, здесь особую роль играет окружение. Тема духовно-нравственного воспитания личности тесно связана с информацией, которую получает молодежь. Информационная безопасность значительно усложнилась в современных условиях. Учим детей, как надо жить, как поступать, как гражданин нашей этой великой страны. То есть мы, пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, говорил, что любовь к отчизне – это от вашего имана, от вашей веры. Прикрываясь религией, хотят нас как бы свести с истинной пути. Мы стараемся объяснять это молодежи не жило. Как по мне, вера, она фундаментальна. И через неё как раз и здоровится семья, образование, успех. Если в этом возрасте выстоять ему правильную дорогу, то дальше он будет ходить уверенно и твёрдо. Во время мероприятия обсудили понятие свободы и ценности личности. Что такое милосердие, вера, любовь, доброта, проблему выбора идеалов и ценностей. Студенты смогли задать волнующие их вопросы гостям и сами подготовили доклады. Мне довелось, к счастью, обучать очень большое количество студентов разного периода жизни. И я хочу сказать, что молодёжь объединяет то, что она всегда интересная, она всегда смотрящая вперёд. Молодёжь – это наше будущее. И какое бы время ни было, молодёжь всегда остаётся в авангарде, на которое мы должны тоже смотреть и у них же, и учиться. Преподаватели в своих выступлениях делали большой упор на необходимость студентами в получении профессии. Недаром говорят, в руках учителя – судьба поколений. Именно они в будущем будут обучать молодёжь, которая и будет определять дальнейшую судьбу нашей республики и в целом страны. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карчава, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Сёмкин Идти к мечте вопреки всему. В кинотеатрах Карачёва-Черкесии, как и по всей стране, стартовало продолжение популярного фильма «Лёд-3». Зрители смогут окунуться в продолжение «Ледовой сказки» и пережить вместе с главными героями все трудности к чемпионскому педесталу. На показе кинокартины побывал Алихан Лепшоков. Продолжение «Ледяной сказки» ждали все российские зрители. История хоккеиста Горина и его дочки Надьи и бессменной наставницы Ирины Шаталиной не осталась без внимания и любителями нашего кино в Карачаево-Черкесии. В особенности посмотреть фильм «Лёд-3» пришли представители молодого поколения. По словам директора кинотеатра Чарли Виктории Бордуновой, данная кинокартина в первую очередь заинтересует своим глубоким сюжетом, где раскрывается стремление главной героини достичь своей мечты, несмотря ни на что. Несмотря на то, что сейчас нет американских фильмов, наши российские фильмы пользуются большим спросом. Тем более у молодежи. То есть приглашаем всю молодежь и даже остальное поколение посмотреть фильм «Лёд-3». Показана борьба юной девушки за то, как она хочет победить. У неё идёт борьба с родителями, у неё идёт борьба с самой собой. То есть большой спорт, он много чего просит. И вот несмотря ни на что она побеждает. Юная фигуристка Надя Горина, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Ну и, конечно же, как же без и любовной линии в фильме. Юный хоккеист Сергей Орлов оказывает свою поддержку главной героине. Особое внимание заслуживают музыкальные номера с участием самих главных героев. О, мечтает попасть на кубок льда, чтобы завоевать награду, которой так и не досталось её маме. Три-три, тулуп-тулуп. Ещё и в конце программы. Прекрасный каскад. А сейчас всё, прыгну. Каждый из нас переживал вместе с главными героями различные трудные ситуации. А вот финал фильма даже заставил нас прослезиться, отмечают зрители. В моменте хотелось плакать, было очень жалко. Но под конец это было вообще невероятно. Очень классный фильм. Я жду лёд три-четыре. Мне очень понравился фильм, как она выступила на сцене. Очень тоже хотелось плакать, как её тренеры делали операцию, и она выжила. У меня... Мне очень понравился, короче. Впечатление очень хорошее. Я узнала об этом фильме, поняла для себя, что никогда не надо сдаваться, нельзя сдаваться. Надо всегда идти к своей цели, и всё у тебя будет хорошо. Кинокартина «Лёд-3» также раскрывает сложные взаимоотношения между представителями разных поколений. Поэтому его стоит посмотреть всей семьёй. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. «Золотой ключик» – так называется детский кукольный театр в селе Беске Сурупского района. В этом году ему исполняется 10 лет. Кроме классических постановок, в репертуаре есть и произведение педагога и руководителя театра Натальи Болдыревой. С артистами театра и их куклами встретился Алиб Аташев. Злой паук опутал многих людей своими сетями и радуется, что они ссорятся между собой. Вызов ему бросает добрый волшебник. В сказке основателя кукольного театра «Золотой ключик» Натальи Болдыревой «Пасмурная история. Битва добра и зла. Проблемы выбора жизненного пути». Перед глазами зрителей кукольные герои. А за театральной ширмой – настоящие артисты. Главного злодея играет Артем Кощанов. Он как бы хочет, чтобы все его слушались, и он думает, что он главный. А тебе сложно было перевоплощаться в злодея? Поначалу да. Мне надо было сделать похожий голос, характер злобный. И привыкать к его структуре, к этим палочкам и, в принципе, к кукле. Избавиться от власти паука помогает обращение к небу, на котором появляются солнце и радуга. Стали люди просыпаться! Они здесь смогут оторваться! Бессменный руководитель и основатель кукольного театра «Золотой ключик» на протяжении 12 лет – Наталья Болдырева. Она не только пишет сценарии, занимается репетициями театральных постановок, но и шьет кукол. Кстати, на изготовление одного такого персонажа уходит не менее двух недель. У каждой куклы свой костюм, характер и огромные выразительные глаза. К юбилею Карачаева-Черкесии ею были придуманы и шиты пять кукол, олицетворяющих пять основных народов республики. Я пишу сценарии, пишу сказки сама, пишу стихи для детей. И как бы это остается только на бумаге. И хотелось показать свое творчество, уже реализовать. И я сначала пишу сценарий, а потом под него уже шью кукол. В настоящее время наши дети участвовали уже в гастролях, ездят. Практически они побывали в всех учреждениях образовательных и дошкольных со своими выступлениями. Вика Румянцева является звукорежиссером и рассказывает о жизни любимого театра в социальных сетях и в стенгазетах с фотографиями юных артистов, которые с удовольствием репетируют и делятся впечатлениями. Мне нравится, потому что здесь мои друзья, они поддерживают нас. И мы стараемся, чтобы ничего плохого не случилось. А актерское мастерство помогает вообще для жизни? Ну да, иногда если мы, например, куда-то ездим, надо что-то рассказать, то нас учат, чтобы мы не были какими-то зажатыми, не стеснялись. И когда мы куда-то приезжаем, то это помогает жизни, чтобы мы не были такими стеснительными. Колобок, теремок, каша из топора, сказка про царя Гороха и другие постановки. Репертуар театра постоянно обновляется. Это дает возможность детских лет приобщиться к волшебному миру театрального искусства. Если справитесь с собой, может справитесь с судьбою. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Крачаева, Черкесия. Урубский район. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА